Старенькую пятерку накрыла волной испытаний стихии, карбюратор не прошел. В водном плену на Копейском шоссе оказались десятки машин. Вот так вот, машина заглох. Гости поехали. Не знаю, сейчас сделаем. Сейчас сделаем, не беспокойтесь. Вот как сделаем, так и поедем. Ничего не попало, я целенаправленно сюда ехал. Ну я уже третий раз за один здесь, вы че? Коммунальное цунами пришло из-под земли. Фонтан забил ночью. Работы на объекте велись почти круглосуточно. Строители вбивали сваю, было темно, они промахнулись и попали в водовод. Вбивали бетонный в рост. Пробили водовод городской. Реконструкции делают. Проверили леневку. Вот вода побежала, они начали вызванивать всех. Вот мы приехали. Труба затоплена, заплату не поставишь. Унять гейзер не могут до сих пор. Все силы брошены на откачку. Ну и что вы будете сейчас делать? Сейчас отключаем, идем дальше. Сейчас здесь не был предел. Техническая вода шла на заводы, но станкомаши механические от жажды не умрут. Чтобы не останавливать производство, город задействовал резервы. В течение еще 5-6 часов они участок этой трубы заменят и все. И сейчас всех, кого будут отключать, всех будут предупреждать. Но таких отключений, которые бы серьезно повлияли на производственные процессы и на процессы жизнедеятельности города, здесь не будет. На устранение аварии сутки. Мэр распорядился. Но даже если водовод залатают, нагрянет новая беда. Ленинский район рискует превратиться в каток. Пока жители к воде привыкают. Дома нету катушки, а мне надо прийти домой. Очень страшно. Ну, а если я уже пошел, пошел, так ведь? Вот бы надо. Ну и вот здесь пошел, вон там положили все и все. Но ухау от местных жителей деревянный пешеходный переход. Вот такие понтоны, иначе не назовешь, на Копейском шоссе теперь повсеместно.